Приветствую! Министерство социальной политики планирует в дальнейшем отменить пенсии и социальные выплаты для инвалидов. И когда я увидел эту новость, ну вот честно, первая мысль, которая мне пришла в голову, вы отмените себе зарплаты, вот отмените себе зарплаты, вашим коллегам по Кабмину, депутатам отмените зарплаты, ну и другим людям, которые очень часто являются такими, знаете, фигурантами, назовем так, коррупционных скандалов. И там суммы фигурируют такие в этих скандалах, что даже если отменить им зарплату и отправить ее в пользу инвалидов, ничего же не произойдет, хуже же ни этим депутатам, ни представителям Кабмина не станет. Может вот так нужно сделать, может так должно говорить Министерство социальной политики. Потому что когда Министерство социальной политики, которое по идее должно защищать права инвалидов, говорит о том, что надо отменить им пенсии и выплаты, соцдопомогу. Причем мы же понимаем, что соцдопомога у нас инвалидам очень большая. А я напомню, она устанавливается в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Это две тысячи с копейками. Это просто две тысячи с копейками. И даже вот эту соцпомощь, они говорят, надо у инвалидов забрать. И объясняют это почему. Мол, во-первых, это большая нагрузка на бюджет. А сейчас, в связи с тем, что идут боевые действия, количество инвалидов, естественно, увеличивается. И они говорят, надо им забрать у них пенсии. А за счет кого увеличивается количество инвалидов? Давайте подумаем. Ответ на поверхности понятен. За счет тех людей, которые ценой своего здоровья нас защищают. И теперь Минсоцполитики говорит, что вот тем людям, которые нас защищали, которые стали инвалидами, надо отменить выплаты и пенсию. Ну, это просто прекрасно. Конечно, конечно, подается это все под красивым соусом. Подается это все под соусом каким? Что, мол, мы пересмотрим систему социообеспечения. Мы этого человека, человека, у которого есть инвалидность, будем обучать, перепрофилировать, так сказать, трудоустраивать его. И, мол, вот если мы его трудоустроим, тогда мы отменим пенсию, отменим эту соцвыплату. Но, честно говоря, мы в реальности живем в этой. И мы знаем, что такое, например, категория окна Авертона. И сейчас мы говорим, что мы отменим пенсию и выплаты при условии трудоустройства лица с инвалидностью. Мы к этой мысли со временем, конечно же, привыкнем. Но главное что? Что мы привыкнем к мысли об отмене пенсии и об отмене соцвыплаты. А потом получится что? А потом вот вторую часть при условии трудоустройства, ну, она исчезнет. Она, скорее всего, исчезнет. И все. Почему? А потом, что денег в бюджете нет. А не за что платить пенсию инвалидам. А не за что платить эту соцпомощь. И это огромная такая, знаете, нагрузка для бюджета. Коррупционеры, вот те, они, не огромная нагрузка для бюджета. Там все нормально. Все окей. Там все хорошо. Много чего еще хочется сказать, но цензура, знаете, внутренняя цензура не пропускает эти мысли. Поэтому не буду этого говорить. И хочу, знаете, всегда же хочу что-то хорошее сказать, да, еще вот. Как-то успокоить, но на сегодняшний день по этому вопросу могу успокоить только одним. Что на сегодняшний день никакого законопроекта в Верховную Раду по поводу отмены пенсии, соцпомощи, либо отмены самого вот этого статуса лицо с инвалидностью пока не внесено. Хотя мы знаем, что министерство, какое у нас, охраны здоровья, говорило о том, что разработан законопроект, который позволит отменить вот этот статус человека, да, лицо с инвалидностью. Но пока этого ничего нет. Как это будет, на каких условиях, непонятно. Буду за этой ситуацией следить. И, конечно же, как только какой-то законопроект появится, либо проект, там, постановы какой-нибудь, буду вам об этом сообщать. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эту новость, и чтобы планировать свои дальнейшие действия. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал YouTube, на мой Telegram канал. Ссылочка на него вот здесь есть. И, что, традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.